Приветствую тебя на дополнительном техническом уроке курса практической реализации уроков президента. Этот урок не обязательно к просмотру. Этот урок могут посмотреть те люди, которые интересуются всем, которые хотят узнать всю техническую составляющую. И если вы посмотрите этот урок, вы поймете, почему, когда мы будем говорить о приглашениях, я буду несколько раз повторять, что все-таки ваша основная задача, чтобы человек перешел на наш сайт. Дальше сайт включит скрытый маркетинговый инструмент захвата посетителей нашего сайта. И вот об этих маркетинговых инструментах я сейчас вам расскажу. Этими инструментами пользуется техподдержка, связаться с которой вы можете по контактам под данным видео. Первое, что делает наш сайт, когда человек первый раз заходит на страничку нашего командного сайта, сайт предлагает подписаться на наши пуш-уведомления. Однозначно вы, наверное, все это видели, что в левом верхнем уголочке всплывает такое сообщение с предложением подписаться на оповещение. Это называется пуш-уведомление. То есть что происходит? Сайт захватывает человека, зашедшего на наш сайт и создает список контактов. То есть создает список пользователей, людей, которые заходят на наш сайт. Зачем это делается и с помощью чего? Для рассылки пуш-уведомлений существует очень много сервисов. Я использую сервис SEO Pulse. Это очень хороший сервис, который позволяет создавать и почтовые рассылки, и пуш-уведомления, и создавать чат-боты, и смс-рассылки. То есть это такой крутой развивающийся сервис. И вот именно с помощью этого сервиса идет сбор людей, и затем с помощью этого сервиса абсолютно бесплатно, потому что у этого сервиса есть тариф. Вот видите, до 10 тысяч пользователей можно будет абсолютно бесплатно этим сервисом пользоваться. Когда мы наберем больше 10, тогда вы можете оплачивать услуги пуш-рассылки через сервис Send+. Очень хороший тариф и очень хороший классно работающий сервис. Для тех, кто будет создавать свой командный сайт, я рекомендую использовать эту возможность. Итак, что же мы получаем? Перед началом прямого эфира техподдержка делает рассылку по людям, которые подписались на наши пуш-уведомления, и однозначно кто-то из них придет на прямую трансляцию. То есть если человек перешел на наш сайт и подписался на наши пуш-уведомления, вам не нужно будет его приглашать на следующие эфиры. Вот смотрите, почему я говорю, что то, что мы делаем, это просто. То есть мы не выполняем каких-то повторяющихся однообразных действий. То есть мы одного и того же человека не мусорим. Раз его пригласили на сайт и порекомендовали этому человеку подписаться на наши пуш-уведомления. Это вы можете делать прям непосредственно, отправляя ему ссылку и написав дополнительные рекомендации. Но это мы рассмотрим на приглашение. Итак, пуш-уведомления это первый маркетинговый инструмент захвата клиента и создания списка контактов или списка клиентов. Второй маркетинговый инструмент, он еще круче, чем наши пуш-уведомления. Потому что достаточно много людей просто заходят на сайт и ничего не делают. Они не подписываются ни на какие пуш-уведомления, они даже не пишут никаких комментариев. Они просто зашли и посмотрели трансляцию. И ушли. Посмотрите, какая ситуация. То есть вы потратили время, приглашая человека. Он пришел, посмотрел и возможно его не зацепила презентация, возможно у него настроение было какое-то не то. Но все равно человек откликнулся на ваше приглашение и прошел на наш сайт. И побыл на нем какое-то время. Наш сайт имеет скрытый и очень эффективный маркетинговый инструмент. Он называется Social Fishing. Я сейчас нахожусь на сайте этого серфиса. Он так и называется Social Fishing. Этот сервис делает очень интересную вещь. Сервис собирает данные людей, которые заходят на наш сайт. Посмотрите, Игорь Черноусов прям вот такой активный посетитель. Потому что я часто на него захожу и естественно данные обо мне собираются. Видите, Игорь Черноусов, Игорь Черноусов. То есть, если человек просто зашел на наш сайт, благодаря вот этому сервису мы получаем данные посетителя. То есть, сервис собирает его социальные сети, его телефоны. И можно просто перейти на страничку этого человека, прям непосредственно из сервиса, и написать этому человеку. Добрый день, Людмила. Вы были на презентации и сказать, какая конкретно была презентация. У вас возникли какие-то вопросы, что-то вам было непонятно. То есть, начать с человеком разговаривать. И у вас будет причина для разговора, потому что он посетил наш сайт. Конечно, этим сервисом пользуется наша техподдержка. То есть, конкретно я. Я с новыми людьми списываюсь, задаю им какие-то вопросы. То есть, интересуюсь целью, с какой они заходили на сайт. То есть, я обрабатываю клиентов. А ссылку на этот сервис, как и на сервис SEO Pulse, я размещу под данным видео. Еще раз повторюсь, это очень хорошие сервисы работы с клиентом. И если вы захотите выстроить свой командный сайт, я вам настоятельно рекомендую их подключать. Возникнут какие-то вопросы, опять же, списывайтесь с техподдержкой. Помогу настроить за абсолютно разумные деньги. У сервиса Social Fishing также есть платный и бесплатный тариф. Платный тариф отличается от бесплатного только одним. То есть, данные о человеке на платном тарифе появляются в вашем личном кабинете практически сразу. Практически в режиме онлайн идет передача контактных данных. На бесплатном тарифе, вот, например, я сейчас пользуюсь абсолютно бесплатным тарифом, я получаю данные о человека с задержкой в несколько дней, до трех дней. Человек, который посетил наш сайт, появится вот здесь, в личном кабинете. Конечно, писать человеку через два дня после посещения его сайта не всегда хорошо. То есть, за это время человек, конечно, может даже и забыть. Когда вы человеку, который только зашел и вышел с вашего сайта, либо вообще находится на вашем сайте в социальной сети, либо в мессенджере, который определил сервис, пишите, либо звоните, у человека первая реакция – это удивление. То есть, как узнали, что я был на вашем сайте. Но все это делается очень просто через сервис Social Fishing, который также интегрирован на нашем командном сайте. Но пользователи его не видят. Ну и почти финальный, но очень мощный и очень классный инструмент, о использовании которого будут говорить люди, выступающие на вебинаре. Это одна из основных задач, потому что все-таки одна из основных задач – это собирать людей, которые интересуются тем, что мы делаем. То есть, интересуются продукцией компании Vivasan, интересуются бизнесом с компанией Vivasan. И этих людей нужно собирать. Я вам показал два способа собирать этих людей и общаться, но показываю мега способ, который сейчас очень модный. Это способ чат-боты. У нас есть кнопочка на сайте. Сейчас она выглядит вот так. Нажав на которую, откроется страничка подписки на наши чат-боты. Эта страничка сделана на сервисе чат-ботов. Опять же, ссылку на этот сервис я размещу под данным видео. Это очень хороший, очень классный сервис, о котором я рассказываю. Это сервис Smart Center. Он поддерживает работу со всеми основными мессенджерами, которые на данный момент используются. Вы здесь не видите WhatsApp по одной причине, потому что WhatsApp бизнес, только его можно подключить. Это платная составляющая. То есть, все вот эти мессенджеры, они подключаются абсолютно бесплатно, и платить за использование их никому не надо. А вот WhatsApp придется оплачивать. Поэтому я пока на данный момент повременил с использованием WhatsApp. Благодаря сервису Smart Center мы собираем людей, опять же, в базы, в чат-ботах. И с этими людьми мы можем общаться. Мы можем общаться с ними через наши чат-боты, выстраивая им цепочку сообщений. Можем открывать этих людей в живых диалогах и общаться с ними вживую. То есть, смотреть, что они нам написали, и писать им какие-то свои ответы. То есть, мы можем вклиниваться в разговоры с этими людьми. Но самое главное, что когда у нас люди собраны в списке какие-то, мы благодаря сервису Smart Center можем делать по этим собранным спискам рассылки. То есть, мы можем людям, которых мы собрали, в данном случае пока собрано всего лишь 28 человек, мы можем отправлять те же самые информационные сообщения о начале вебинара, либо о какой-то новой акции, либо о каком-то новом продукте и так далее. То есть, если мы людей собрали в списке, по которым мы можем работать, следующим шагом это выстроить правильные взаимоотношения с этими людьми. Не рассылать им какие-то рекламные сообщения о том, что вот у нас там что-то появилось. Рассылать им какую-то полезную информацию, которая им пригодится. И этим самым мы будем напоминать людям о том, что да, есть такая классная компания Vivasan с таким прекрасным продуктом, с таким отличным бизнес-планом. Приходите, общайтесь с нами, мы вам поможем. И все это делается абсолютно бесплатно, потому что, опять же, у сервиса Smart Center на данный момент, пока у вас небольшое количество подписчиков, вы можете пользоваться этим сервисом абсолютно бесплатно и интегрировать их на сайт. Еще раз повторюсь, для тех, кто хочет создать свой вебинарный сайт, а делается это очень просто, и интегрировать все эти сервисы, связывайте с техподдержкой, и абсолютно за разумные деньги я вам помогу это сделать. Надеюсь, посмотрев данное видео, вы понимаете, почему мы используем именно сайт. Потому что ни о каких персональных ссылках, ни о какой статистике, тем более о возможности использовать ни один из перечисленных мною сервисов, если вы проводите презентацию в мессенджерах, либо вы проводите презентацию на страничке в социальной сети, ничего вы этого подключить не можете. Все эти инструменты подключаются только на сайте. Ну и подытожу, в чем же еще мега плюс командного сайта, кроме того, что вокруг этого ресурса можно организовать общую командную работу. Самое главное, что какая бы популярная социальная сеть ни была, например, тот же самый Инстаграм, но не все пользуются Инстаграмом, поймите. Сайт – это универсальный инструмент, доступ к которому можно получить с любого устройства, подключенного к интернету. Все. Есть интернет, есть компьютер, планшет, телефон. Пожалуйста, вы можете на сайт зайти и посмотреть презентацию, и принять участие в написании вопросов в комментариях под окном с видео. Все очень просто, все очень понятно и никаких ограничений нет. Плюс, конечно, благодаря колоссальному количеству сервисов на работе с клиентской базой, я вам показал только несколько, на самом деле их достаточно много. Вы можете от своего сайта получать дополнительные плюсы по работе с клиентами. По нашему сайту будет еще один дополнительный технический урок, в котором я расскажу о сервисе ReStream. Если вам интересно, как организовать трансляцию сразу в десятки социальных сетей, почему, даже если никто не будет приглашать на наш сайт людей, все равно нас будут смотреть, все это благодаря сервису ReStream. Если вам интересно, смотрите еще один дополнительный технический урок.